Иоанна, глава шестая, стихи шестьдесят третий, шестьдесят девятый. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующая и кто предаст его. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, не хотите ли и вы отойти? Симон Пётр отвечал ему, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Ради чего мы с вами живем и трудимся? Мы хотим, чтобы результаты наших трудов никогда не пропали даром и не исчезли без следа. Мы трудимся для спасения заблудших душ во всем мире и живем, чтобы вернуть к жизни сердца людей. Мы занимаемся тем, чем нам и надлежит заниматься. Сколько времени из двадцати четырёх часов в сутки мы трудимся для вечности? Вполне вероятно, что это всего несколько часов. Так не тратим ли мы больше времени на обычные мирские вещи? За небольшим исключением большую часть времени мы проводим, трудясь для нашей плоти. Если при этом вы тяжко трудитесь, то тогда вы понапрасну теряете время. Конечно, иногда мы тоже трудимся ради мирского, что служит нашей плоти, поскольку это необходимо для выполнения нашей миссии по распространению и проповедованию Евангелия воды и духа. Но мы никогда не трудимся исключительно для удовлетворения желаний нашей плоти. Всё, что приносит пользу нашему делу служения Евангелию, действительно является духовным. Собратья мои, если мы не живём во имя служения Евангелию воды и духа, мы не можем называть себя учениками Иисуса. Если мы действительно являемся учениками Иисуса, которые верят в праведные деяния, совершённые Господом на этой земле, то тогда нам необходимо иметь чёткое представление о том, как нам следует жить. Несмотря на то, что мы живём в тленном теле, мы, тем не менее, способны совершать нетленные дела. Я часто задумываюсь над тем, какая часть моей жизни действительно посвящена заботе о вечном, а также над тем, что никогда не придёт и останется на века. И когда я стал выяснять, сколько времени из 24 часов в сутки я трачу на мои труды по служению Евангелию, а сколько времени уходит на то, чтобы поддерживать жизнедеятельность моей плоти или, попросту говоря, моего организма, то оказалось, что на труды ради нетленной пищи, которой является слово Евангелие, у меня уходит не так уж и много времени. Один из пасторов нашей миссии решил подсчитать, сколько времени он трудится ради служения Евангелию. Для этого он из 24 часов вычел время, затраченное на сон, принятие пищи, пребывание в ванной, туалете и такое прочее. И оказалось, что на служение Евангелию у него уходит всего несколько часов. Люди действительно затрачивают очень мало времени на обретение вечных ценностей. Даже если мы весь день будем трудиться ради служения Евангелию, то и этого будет недостаточно. Даже если мы посвятим этому делу всю свою жизнь, всё равно этого будет мало. Иначе говоря, мы слишком мало трудимся ради того, что пребудет вовек и никогда не исчезнет. Вы занимаетесь распространением и проповедованием Евангелия воды и духа? Наш Господь сказал, что жизнь нам даёт Святой Дух. Здесь мы должны задуматься, сколько душ нам удалось спасти. Есть ли в этом мире хоть один человек, который получил прощение всех своих грехов благодаря тому, что мы проповедовали Ему Евангелие воды и духа? Только спасение душ людей от греха можно назвать духовным делом, дарующим вечную жизнь. Господь говорит, что проповедовать Евангелие воды и духа другим людям, чтобы они также смогли получить прощение своих грехов, является тем единственным делом той самой нетленной пищей, ради которой мы должны трудиться. В Евангелии от Иоанна Господь сказал, «Я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек». Иоанна, глава 6, стих 51. Затем он продолжил, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нём. Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Иоанна, глава шестая, стихи пятьдесят третий, пятьдесят восьмой. Таким образом, в шестой главе Евангелия от Иоанна говорится о том, как Господь пришёл на эту землю, будучи хлебом жизни, и как Он даровал нам вечную жизнь. Иными словами, смысл этой главы заключается в том, что человек, который ест плоть Иисуса и пьёт его кровь, обретёт вечную жизнь. Те из нас, кто прежде других людей, познал эту истину и уверовал в неё, должны проповедовать это Евангелие спасения всем людям на земле. Только так мы действительно сможем выполнять нашу работу, благодаря которой люди смогут обрести вечную жизнь. Если мы будем говорить людям о том, что нам хочется, наши слова наверняка скоро забудутся и не принесут им никакой пользы. Только свидетельствуя о том, что Господь сделал для нашего спасения, то есть о его плоти и крови, мы действительно будем трудиться ради того, что никогда не исчезнет, но что спасает души людей. Проповедовать людям о том, что Господь сделал для нашего спасения, означает трудиться ради нетленной пищи, пищи, которая пребудет вовек. Тот факт, что мы регулярно делимся с людьми нашими познаниями, вовсе не означает, что они действительно обретают спасение. Люди обретают спасение только тогда, когда мы проповедуем им Слово Господне. Поэтому совершать Божье дело означает делать только то, что Он наказал нам делать. Иными словами, если мы будем читать людям проповеди, основанные на наших собственных рассуждениях, это не принесет им никакой пользы. Когда Господь сказал, Я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. То собравшиеся вокруг Него Иудеи не смогли постичь смысла Его слов, и потому они начали перешептываться между собой, говоря, Как этот человек может дать нам в пищу свою плоть? Во времена ранней церкви христиане не находили понимания у неверующих и вызывали неприязнь с их стороны именно из-за того, что те неверно толковали слова этого отрывка из Библии. В то время христиане подвергались постоянным преследованиям и, чтобы совершать богослужения, они были вынуждены скрываться в подземных пещерах, так называемых катакомбах. Люди, которые впервые приходили в церковь, повергались в состояние шока, когда слышали следующие слова проповедника. «Всякий человек, который ест плоть Господа и пьет его кровь, обретет жизнь вечную». Некоторые из них превратно понимали эти слова и говорили себе. «Уж не каннибалы ли эти люди? Сколь бы голодными они ни были, разве можно пожирать себе подобного?» И поскольку подобное неправильное толкование слова Божьего действительно приводило к обвинению христиан в убийствах и людоедстве, во времена раннехристианской церкви было казнено и убито бесчисленное множество христиан. В католической церкви обряд святого причастия проводится во время каждой мессы. Во время этого обряда верующие съедают хостию, которую им дает священник. Они верят, что когда священник благословляет хостию, этот кусочек обычного хлеба действительно становится телом Иисуса. Они также верят в то, что когда священник возносит молитву над чашей с вином, это вино действительно превращается в кровь Иисуса. Это учение называется Пресуществлением. Таким образом, католики верят, что они могут обрести вечную жизнь, принимая участие в обряде святого причастия, во время которого они съедают хостию и выпивают вино. Именно так католики исповедуют свою религию. Однако подобная вера является абсолютно неверной, поскольку она основывается на ошибочном толковании Божьего слова. на самом же деле вкушать плоть Иисуса и пить его кровь означает верить в тот факт, что Господь пришел на эту землю во плоти человека и что приняв крещение, он взял на себя все наши грехи, умер на кресте и тем самым спас нас от осуждения и наказания за наши грехи. Иисус спас нас от наших грехов посредством Евангелия воды и духа и даровал нам вечную жизнь. Если мы всем своим сердцем принимаем неспосланное Богом Евангелие воды и духа, это означает, что мы едим плоть Иисуса и пьем его кровь. Именно это Евангелие является тем самым хлебом с небес, вкушая который мы спасаем наши души. Давайте выясним, какую на самом деле часть нашей жизни мы посвящаем служению Господу. Ради чего мы живем в этом мире? Живем ли мы только ради того, чтобы иметь материальное благополучие? Нет, это не так. Мы живем для того, чтобы спасать души других людей. Библия гласит, Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, всё делайте в славу Божию. Первое Коринфянам глава десятая стих тридцать первый. Это означает, что мы должны жить, чтобы трудиться во имя спасения человеческих душ. Иначе говоря, вместо того, чтобы обретать приходящие мирские блага, мы должны спасать заблудшие души. Собратья, что держит нас на этой земле? Если ваша жизнь абсолютно лишена какого-либо смысла, это может означать только одно. Вы в своей жизни что-то делаете не так. Вы должны чётко знать, ради чего вы живёте, осознавая при этом, какую именно цель вы преследуете в жизни. Лишь тогда ваша жизнь исполнится смыслом. Помните, что целью вашей жизни является беспрекословное следование Слову Божьему и выполнение той миссии, которую Он на вас возложил. И жить вы должны по вере в полном соответствии с волей Божьей. Нет ничего более бессмысленного и утомительного, чем жизнь без определённой цели, не зная зачем вам нужно то, чем вы занимаетесь в настоящий момент. Я хочу спросить наших сестёр во Христе. Вы живёте только для того, чтобы воспитывать ваших детей и заботиться о том, чтобы они, став взрослыми, смогли добиться успеха? Но что же произойдёт, если это будет единственной целью вашей жизни? Проведя всю свою жизнь в заботах о детях, вы в конце концов умрёте, а ваши дети, повторив ваш жизненный путь, то есть также посвятив всю свою жизнь уже своим детям, умрут в свою очередь, оставив после себя лишь горстку праха. Разве это жизнь? Нельзя назвать полноценной жизнь, целью которой не является обретение вечных ценностей, не приходящих вовек. Пока вы ещё живы, первым делом вы должны встретиться с Иисусом и получить прощение всех ваших грехов, а после этого вы должны начать трудиться, чтобы спасать от греха души других людей. Вы должны стремиться к достижению главной цели вашей жизни, труду ради нетленной пищи, приносящей вам и окружающим вас людям вечную жизнь. Если вы не знаете, зачем вы живёте на этой земле, то есть, если у вашей жизни нет никакой цели, тогда ваша жизнь абсолютно бесполезна и никчемна. Несмотря на такой неутешительный вывод, большинство людей в этом мире действительно не знают, зачем они живут на этом свете. В силу того, что в сердцах людей царят скука и пустота, они становятся алкоголиками и наркоманами. И именно потому, что люди не знают, зачем им стоит продолжать жить на этой земле, они с утра до вечера занимаются бесполезной и никому не нужной работой. В Библии сказано, что такая бесцельная жизнь подобна жизни животных, которые издыхают, прожив бесцельную и бессмысленную жизнь. Псалом 48, стих 21. А что скажете вы? Почему вы всё ещё живёте на этой земле? не живёте ли вы только потому, что вы ещё способны дышать и потому, что ваше сердце всё ещё продолжает биться? Вы должны иметь чёткое представление о том, почему вы живёте и ради чего вы должны жить. Наша жизнь отличается от жизни животных не только тем, как и чем мы питаемся, как ведём себя в повседневной жизни и как производим на свет себе подобных. Мы не живём лишь для того, чтобы копить материальные блага для обеспечения себе сытного и уютного существования или только для того, чтобы растить наших детей и заботиться об их будущем. Если бы именно это и было целью нашей жизни, то сколь же пустой и бессмысленной она была. в то время, как мы изо всех сил стараемся накормить, обуть и одеть наших детей, дать им хорошее образование, которое в будущем поможет им стать успешными людьми, наши дети считают, что они выросли и добились успеха в жизни исключительно благодаря себе самим. И как результат оказывается, что наша жизнь прошла впустую. С момента вашего появления на свет ваша жизнь представляет собой ничто иное, как постепенное приближение к могиле. Иными словами, когда вы делаете ваш первый в жизни шаг, вы делаете его на пути к вашей могиле. Разве все это не суета? На что вы надеетесь в этой жизни? Наш Господь сказал, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей в жизнь вечную». Иоанна, глава шестая, стих двадцать седьмой. Иначе говоря, он наказал нам трудиться ради того, что приносит нам вечную жизнь. Кроме того, он сказал, «Дух животворит, плоть не пользует немало». Наш Господь сошел на землю для того, чтобы спасти нас от всех наших грехов и даровать нам вечную жизнь. И он велел нам жить ради того, что никогда не исчезнет и пребудет во веки веков. Господь говорит нам, «Ваша жизнь должна быть подобна моей жизни». Живите ради служения Евангелию. Проповедуйте людям мое имя и творите дела Отца Моего, которые позволяют каждому человеку получить прощение всех его грехов. А после того, как вы исполните все это, приходите ко Мне. Иисус исцелил больного человека, страдавшего от своего недуга тридцать восемь лет, и накормил голодных, сотворив чудо с пятью хлебами и двумя рыбами. Поэтому вокруг него тотчас собралась огромная толпа в десятки тысяч людей, которые стали повсюду следовать за ним. И несмотря на то, что эти люди следовали за Господом в надежде получить обычную пищу для своей плоти, Иисус же на самом деле хотел дать им пищу духовную, благодаря которой они смогли бы утолить голод своих сердец. Вот почему Иисус сказал им «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Этим он хотел сказать, что они должны обрести вечную жизнь, веруя в его деяния. Но когда он сказал, что дух животворит, плоть не пользует немало, то многие люди покинули его. и как сказано в Библии, от Иисуса отвернулись даже многие из его учеников. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Иоанна глава шестая стих шестьдесят шестой Иначе говоря, несмотря на то, что огромное число людей, следуя за Иисусом, получили от него пищу для своей плоти и исцелились от недугов, эти люди отвернулись от него, когда он охладил их пыл, сказав, жизнь вам дает Святой Дух, а плоть ваша абсолютно бесполезна. Я пришел на эту землю не для того, чтобы просто накормить вас. Никакой пищи от меня вы больше не получите. Я хочу спасти ваши души и даровать вам вечную жизнь. Я пребываю на этой земле не для того, чтобы вы имели возможность набить себе животы. Услышав эти слова, люди перестали следовать за ним, рассудив так. Ну что ж, мне уже нет от него никакой пользы. Среди современных христиан также немало таких, которые верят в Иисуса лишь для того, чтобы добиться преуспевания в жизни. Иначе говоря, многие христиане верят в Иисуса в надежде, что в их семьях будут царить мир и согласие, что их супруги преуспеют в своих делах, и что их дети смогут поступить в престижные учебные заведения. Одним словом, эти люди верят в Иисуса только для того, чтобы достичь материального благополучия на этой земле. Однако Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти души людей от их грехов, а не для того, чтобы обеспечить процветание их плоти. Сегодня бесчисленное множество христиан глубоко заблуждаются, веруя в Иисуса только ради своего собственного благополучия и процветания. Господь сошел на землю, чтобы уничтожить все грехи людей. Он пришел для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в сердца людей, которые погрязли во грехе. Поэтому если вы верите в Иисуса только для того, чтобы удовлетворить свои мирские желания, вы совершаете тяжкий грех. неверие в Иисуса является большим грехом. Иоанна, глава шестнадцатая, стих девятый. Поэтому если вы верите в Иисуса только для того, чтобы добиться успеха в жизни на этой земле, тогда вам лучше уже сейчас оставить Иисуса. Вам будет лучше продолжать жить в этом мире просто усердно и прилежно работая ради куска хлеба, обеспечивая материальное благополучие себе и своим близким. В конце концов, вы сможете купить себе добротный и уютный дом и скопить достаточно денег, чтобы безбедно прожить остаток дней. Предположим, что вы зарабатываете две тысячи долларов в месяц. И даже если вы будете тратить на жизнь только одну тысячу долларов в месяц, а оставшуюся тысячу будете вносить на свой счёт в банке, то, чтобы приобрести приличную квартиру в крупном городе, вам придётся копить деньги по меньшей мере лет тридцать. более того, если вы заболеете или получите травму, вам придётся потратить на лечение всё, что вы накопили за несколько лет. Даже если вы будете копить деньги всю свою жизнь, единственное, что останется после вас детям, это какой-нибудь дом или машина. Скончавшись и оставив наследство своим близким, что вы сможете предъявить Богу, когда в последний день предстанете перед Ним? Вам нечем будет похвалиться перед Богом? Сможете ли вы сказать Ему, я заработал полмиллиона долларов, пока жил на этой земле? Нет, вы не сможете этого сказать. Господь сказал, и кто напоит вас чашей воды во имя моё, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Марка, глава девятая, стих сорок первый. Господь вспомнит, как вы трудились ради Него. В действительности, очень немногие люди трудятся ради нетленной пищи, которая приносит вечную жизнь. Среди огромного количества пасторов, живущих в мире, очень редко можно встретить такого, кто помог хотя бы одному человеку родиться свыше. Большинство этих пасторов всю свою жизнь вообще ничего не делают для того, чтобы спасать людей от их грехов. поскольку сами эти пасторы живут ради материальных благ этого мира и побуждают других людей жить точно так же, то, когда они умрут, Бог непременно отправит их в преисподнюю, где они будут вечно гореть в неугасимом пламени ада. Я призываю вас всегда помнить, что Господь сказал, что Дух животворит. Господь доверил нам творить Его дела, посредством которых мы помогаем людям обрести вечную жизнь. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна. Тогда Иисус сказал двенадцати «Не хотите ли вы отойти?» Симон Пётр отвечал ему «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Иоанна глава шестая стихи шестьдесят седьмой шестьдесят восьмой Иисус сказал своим ученикам «Если и вы хотите покинуть меня, тогда идите». Именно Дух даёт людям жизнь. «Я пришёл к вам не для того, чтобы исцелять ваши недуги и болезни, а для того, чтобы спасти от греха души всех людей на земле». И здесь мы видим, что Пётр оказался человеком, который родился свыше. Когда Пётр сказал «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Он имел в виду следующее «Твоё слово, Господь, является тем самым словом, которое приносит людям вечную жизнь и которое спасает нас от всех наших грехов. Твоё слово есть ничто иное, как слово Бога. Именно согласно твоему слову мы получили прощение всех наших грехов и обрели вечную жизнь. Мы будем наслаждаться вечным счастьем и процветанием только благодаря твоему слову. Вот почему в заключение Пётр добавил «И мы уверовали и познали, что ты Христос Сын Бога Живого». Иоанна глава шестая стих шестьдесят девятый. Таким образом, Пётр уверовал в то самое слово, которое дарует людям вечную жизнь. Мы должны знать, что сказал нам Бог, и должны верить в это. И мы должны жить в полном соответствии с тем, что сказал Господь. Я прошу вас не растрачивать попусту вашу жизнь, уподобляясь свинье, которая озабочена лишь тем, чего бы поесть и которая в конечном итоге умирает, прожив бессмысленную и бесцельную жизнь. Конечно, перед тем, как родиться свыше посредством Евангелия воды и духа, мы не могли не вести именно такой образ жизни. Почему? Да потому, что мы попросту не знали, что собой представляет настоящая праведная жизнь. Однако теперь, когда мы родились свыше, мы знаем, что оказались на этой земле по воле Господа для того, чтобы прожить достойную жизнь, служа Евангелию воды и духа во имя спасения людей от их грехов. Вот почему Бог дал нам свою церковь, наших родных и близких, а также нашу работу. Я призываю вас верить в то, что Бог именно так устроил нашу жизнь, чтобы мы могли трудиться ради спасения человеческих душ. Нам действительно необходимо иметь правильное понимание этого момента, рассматривая его с позиции духовности, и мы должны жить по вере. Не являетесь ли вы духовно незрелым человеком, а все ваши помыслы по-прежнему сосредоточены на мирском? Как мне преуспеть в этой жизни? Теперь, когда я стал безгрешным, что мне делать, чтобы счастливо жить с моими родными и близкими? Не так ли вы часом думаете? Я призываю вас осознать, что мы пребываем на этой земле вовсе не для того, чтобы трудиться ради призрачных мирских благ. Мы живем для спасения от греха душ других людей, для того, чтобы свидетельствовать людям о Слове Божьем и проповедовать им Евангелие воды и духа. Нельзя забывать, что мы родились свыше и оказались на этой земле именно потому, что Бог возложил на нас великую миссию под названием проповедование Евангелия воды и духа. Мы должны трудиться ради спасения человеческих душ. И мы должны знать, что наша плоть абсолютно бесполезна. Все, что было достигнуто в результате трудов человеческих, исчезнет без следа, кроме того, что было достигнуто в результате проповедования Божьего Евангелия. Веруя в Иисуса, мы спасаем наши души. И несмотря на то, что наши тела с каждым днем все больше и больше разрушаются наши души, с течением времени только обновляются. Второе Коринфянам глава четвертая стих шестнадцатый. Мы должны жить и трудиться ради спасения человеческих душ. Всю оставшуюся жизнь мы должны посвятить тому бесценному сокровищу, которое не истлеет вовек, то есть спасению людей от их грехов. На своем рабочем месте или у себя дома мы должны делать все, что в наших силах, чтобы дать людям возможность обрести спасение от их грехов. что бы мы ни делали, мы должны при этом совершать дела Святого Духа. Собратья, едите ли вы, пьете ли вы, я хочу, чтобы при этом вы выполняли великую миссию, которую возложил на вас Господь. почему Бог спас нас с вами от всех наших грехов? Если все, что вы ожидаете получить в результате вашей духовной жизни, это стать состоятельным человеком, тогда вам лучше тихо и незаметно покинуть Божью церковь. Если же напротив вы желаете всю свою жизнь посвятить делу проповедования Евангелия воды и духа, тогда вы должны стать единым целым с Божьей церковью. Если человек, родившись свыше, по вере в Евангелии воды и духа, живет лишь для удовлетворения своей плоти, в душе он будет всегда не удовлетворен своей жизнью. Да и Бог не позволит ему жить так. Если кто-либо из возлюбленных Богом людей начнет любить этот мир, Бог предприняв все необходимые меры, непременно вернет этого человека в лона своей церкви. Собратья, наша церковь не принадлежит этому миру. Если вы желаете жить счастливой жизнью во Христе Иисусе, тогда вы должны всю свою жизнь посвятить делу спасения человеческих душ. Если вы желаете именно этого, тогда вы должны остаться с нами, но если вы этого не хотите, тогда вы должны покинуть нашу церковь. Конечно, иногда мы действительно стремимся к обладанию мирскими благами. Да, мы не можем постоянно жить согласно Божьей воле, но по крайней мере мы должны знать, какова истинная цель нашей жизни. То, что мы по-прежнему остаемся несовершенными людьми со всеми слабостями и недостатками вовсе не означает, что мы не знаем истинной цели нашей жизни, а целью нашей жизни является спасение человеческих душ от их грехов. проповедование евангелия воды и духа и расширение владений царства небесного на этой земле. Иной цели в нашей жизни нет. Праведники должны верить только в праведность Бога и жить во имя этой праведности. невест auf в все а будут так люди да и в